здравствуйте дорогие уважаемые друзья на связи город мариуполь ну что мы боремся город стоит сегодня получил много комментариев там спрашивали почему я не выкладываю видео самого города потому что я не хочу выдавать перемещение войск я не хочу передавать обстановку в городе для того чтобы это посмотрели не те люди и получили лишнюю информацию о том что происходит городе которую они могут использовать против украины мы сейчас все боремся и в городе в общем-то обстановка остается без изменений ждем следующих гуманитарных канала зеленых коридоров чтобы можно было выйти много вопросов по поводу того что там азовцы там взорвали дом или азовцы уничтожили очередную там в общем группу людей я не знаю по поводу этого потому что в городе связи нет насколько я понял это произошло на левом съездить сейчас налево это все равно что ну съездить в ад понимаете и обратно ну это как минимум просто очень страшно на вот почему информации нет что еще могу сказать люди все сидят удивляет спокойствие людей несмотря на то что они знают что может в любой момент прилететь какой-нибудь снаряд и убить кучу людей люди все равно находятся на улице ходят туда сюда вообще город просто кишит людьми очень много людей и я честно говоря не представляю как можно в этом городе воевать меня в комментариях очень сильно кошмарят просто наплыв какой-то вот этих вот троллей которые пишут что мне жопа что всем нам жопа что могу сказать нет это не соответствует действительности нам не жопа сегодня я волонтерил на больнице на одной из больниц мариуполя опять же не буду выдавать вот так же мне удалось пообщаться с военными нашего города и теми кто так сказать с передовой приходил отдохнуть по ротации и в общем-то очень они меня обнадежили говорят что стоим мы крепко все очень мотивированы в общем-то все хорошо все нормально мариуполь обязательно отстоим никто мариуполь сдавать не собирается единственная надежда на то что в нем останется как можно меньше гражданских потому что многих сдают нервы вот одна женщина вот рядом недалеко она меня сегодня просто спрашивала как дела обстоят и у нее сдали нервы когда я сказал что город стоит она уже психует кричит когда же нас закончится эта война и в общем то видно что у людей заканчивается сдают нервы да кто-то бухает кто-то бухает видно что люди с перепугу многие бухают но она и неудивительно потому что в общем то в этих условиях если ты можешь изменить состояние своего сознания немножко перезагрузиться то это было бы не лишним что еще рассказать что еще вспомнить из того что спрашивают люди у меня в комментариях в общем все у нас будет хорошо мы стоим каждый день когда украина продержалась это следующий гвоздь в гроб путинского режима путинский режим должен быть демонтированный дорогие уважаемые россияне те кто меня смотрят те кто считают что путинский режим преступен и эта война преступна и как бы там ни было чтобы не происходило но начинать войну в 2022 году в двадцать первом веке нельзя просто нельзя но что сказать слишком долго наверно бряцали оружием слишком долго наверно ходили по красной площади катали на тележках это смертоносное оружие что она все-таки должно было когда-то из было быть использована ими да я кстати говоря у меня посетила мысль что я никогда что-то не видел чтобы американцы или какая-то из стран на то устраивало что-то подобного такую вот демонстрацию силы до демонстрацию смертоносного оружия вот так вот ну что ж мариуполь стоит мариуполь держится сегодня у нас заканчиваются десятые сутки войны которые против нас начала российская федерация я надеюсь что чем дальше будет идти время с каждым новым днем все меньше будет людей в россии которые поддерживают эту войну вот я выражаю безграничную скорбь скорбь по тем кто погиб и будем надеяться что скоро это все закончится так не должно быть люди в общем что украина стоит мариуполь стоит нацгвардия тут полиция тут народ украины тут медики тут сантехники тут блогеры тут в общем все тут мы все держимся все будет у нас хорошо народ так что не падаем духом и люди в россии точите путинский режим мы сейчас боремся в том числе и за вас до связи пока